Сегодня, правда, воскресный понедельник, мы собираемся с вами поговорить о самом дорогом, что у нас есть, о нашем здоровье. Поэтому запись уже пошла. Замечательно. Давайте тогда и будем начинать. Зовут меня Татьяна Гаранина. По специальности я врач-эндокринолог, стаж работы 28 лет и врач-нутрициолог. Вторая специальность, это у меня 23 года специализация. И сегодня мы будем говорить о самом ценном, о нашем здоровье. Еще раз, пожалуйста, оценку качества звука. Хорошо ли меня слышно? Прошлый раз было слышно только модераторам, поэтому для нас сегодня очень важно ценить, у всех ли хороший звук. Если кто-то не слышит, хотя бы, чтобы написали и скоординироваться. Замечательно. Ну, хорошо. Если будут проблемы со звуком, пожалуйста, сигнализируйте, будем принимать меры. Итак, зрение. Видеть жизнь на 100% значит жить на 100%. Это расхожая фраза, которую мы с вами часто слышали. И я хочу сказать, что у человека 5 есть органов чувств. И на первом месте, конечно, стоит зрение. Потому что через наши глаза, через наше зрение мы воспринимаем весь мир вокруг нас. Удивительный, яркий мир и днем, и ночью. И я хочу сказать, что примерно где-то 80% информации из внешнего мира, зачастую даже 90%, мы воспринимаем именно через зрение. Для нас это очень важный орган коммуникации с окружающим миром. И строение нашего глаза, оно уникально. И очень трудно повторить его. Механический глаз так и не смогли создать до сих пор ученые. То, что создала наша природа. Потому что глаз может отличать 250 чистых цветовых тонов и до 10 миллионов смешанных оттенков. Есть такие люди, которые видят очень четко оттенки. И 65% силы нашего мозга как раз расходуются на глаза. И если посмотреть на строение глаз, то мы с вами можем понимать, что глаз – это удивительная структура, в которой происходит преломление света, преломление лучей самых разнообразных. Все, что мы с вами видим. И по сути своей глаз является, как говорят очень часто доктора, отрезком мозга на периферии. То есть это структура, имеющая неврологическую такую вот очень сложную строение. Сам глаз – это орган для восприятия лучей света и преобразования его в электрическую энергию для того, чтобы пустился сигнал по нейронам в головной мозг. И уже в коре, в зрительных центрах произошел анализ этих сигналов. И мы воспринимали бы картинку извне полноценно в нашей голове. И здесь очень сложная структура, но у нас сегодня не лекция по анатомии, но просто, чтобы мы с вами понимали, что самое главное в нашем органе зрения – все очень важно. И проницаемость прозрачных средств стекловидного тела и нашего хрусталика. Но самое важное и самое сложное – это вот та сеть нервных клеток, которая располагается на задней поверхности глазного яблока, так называемая сетчатка. Там, где происходят самые важные биохимические процессы, когда луч света способен в нервной клетке пигментированной эпителия запустить сигнал к раздражению колбочек или палочек. Это особо светочувствительные клетки, которые вырабатывают свой электрический сигнал в зависимости от характеристик получаемой информации. Какой это цвет, насколько он насыщенный, контрастность, расплывчатость. И они посылают уже свой электрический сигнал и формируют уже отростки этих клеток, различные нервные волокна, которые поступают в головной мозг. Это очень сложная структура, которая у нас практически не меняется всю нашу жизнь. И от нее зависит именно и наша чувствительность к свету, и острота нашего глаза, острота зрения. Потому что как раз здесь происходит обработка большого количества информации в час. Посмотрите, 36 тысяч битов – это огромное количество информации, которая обрабатывает наш глаз. И за одну секунду мы можем на 50 вещах уже сфокусировать наше зрение. Посмотрите, как быстро мы, когда мы читаем, как перемещаются наши глаза и сколько мы видим значков. Еще больше, когда мы смотрим на экран монитора любого телевизора или компьютера, как сейчас. И, естественно, наши глаза должны очень быстро сориентироваться и донести информацию. Поэтому глаза – очень нежная структура. Она позволяет нам видеть всю красоту нашего мира, восприятие, отличать цвета, яркость. И выручает нас в любое время года и зимой, и летом, в жару работать хорошо. И при хорошей освещенности днем и в темноте видеть однозначно хорошо. И нельзя исключать то, что большое значение имеют центры анализа нашего зрения. По сути, это зрительная кора, это большая часть головного мозга. И, естественно, здоровье нашего мозга также влияет на наше зрение, на остроту зрения, чтобы мы были во всеоружии могли видеть всю нашу жизнь во всех красках, наслаждаться ею. Но, тем не менее, мы с вами встречаемся сейчас больше с тем, что в связи с такой нагрузкой на глаза возникает масса проблем. И чаще всего то, что, наверное, жалуются... Первый человек – это усталость глаз. Или на медицинском языке – астенопатия или усталость глаз. И причина эта может быть то, что действительно мы все с вами непрерывно, практически и длительно работаем за компьютером, даже сейчас смотрим на компьютер. Нам нужно фокусировать очень часто зрение близко и смотреть вдаль. То есть нагрузка большая на мышцы. То, что мы занимаемся именно большом количестве кропотливой работы, которая требует большой фиксации зрительного внимания. Вышивка, письмо, чтение, мелкие детали, особенно мелкий шрифт на экране телефона или же на какой-либо этикетке прочитать. Особенно то, что человек сейчас стал и в темное время дня вести активную жизнь. Мы перемещаемся, бываем за рулем во время сумерок, когда нагрузка на глаза больше. То, что современный человек много смотрит телевизор. И в то же время не заботится о достаточной освещенности своего рабочего места, для того, чтобы глаз мог хорошо работать. И плюс еще неграмотно подобраны очки и линзы, потому что, может быть, нерегулярно проверяете зрение. И это синдром усталости глаз или синдром астенопатии может давать о себе знать различными неприятными симптомами. Это прежде всего расплывание изображения или так называемое двоение. То, что нет резкости в изображении. Такая своеобразная пелена перед глазами, человек нечетко видит контуры. Это различные воспалительные процессы века, самого глаза, конъюнктивит, блефорит. И то, что мы неправильно воспринимаем информацию, искаженность. Особенно это важно для водителей и для пешеходов, когда мы не можем адекватно ценить приближающийся транспорт. Ощущения неприятные в самих глазах. То, что глаза слезятся, жжение, резь в глазах. И видимые изменения. Это покраснение глаз или отек глаз. Поэтому проанализируйте, пожалуйста, себя, свое зрение, свое зрение своих близких. И то, насколько нам сейчас компьютеры дают много трудностей с нашими глазами. И вот здесь вам приведены данные. Не буду прочитывать весь подробный слайд. Постоянно пользователи персональных компьютеров дают следующие жалобы операторов. Те, кто постоянно за компьютером сидят. Прежде всего, здесь нарушение остроты зрения, аккомодации. То, что аккомодация – это когда глазные мышцы не успевают вовремя глаз адаптировать к близкому зрению и к дальнему зрению. И, естественно, самое трудное – это то, как глаза влияют на здоровье наших детей. Потому что дети сейчас все чаще увлекаются гаджетами, планшетами, компьютерами, телефонами и много времени проводят, напрягая зрение. Естественно, в этой ситуации идет и нагрузка. Плюс они еще зачастую делают это лежа. То есть нагрузка еще и на позвоночник. И здесь рекомендация привела, как правильно организовать рабочее место ребенка. То есть он должен проводить в день максимум час для работы с компьютером. Делать обязательно перерывы. Если есть очки, то носить очки. Нельзя в темноте работать, чтобы было обязательно освещение. И выдерживать расстояние до компьютера. Какие наиболее часто встречаются проблемы нарушения зрения? Ну, прежде всего, бич современного мира – это близорукость. Особенно она связана с тем, что вот работает с мониторами человек. Близорукость – это когда человек близко видит хорошо, а вдаль ему плохо видно. Дальнозортость – это возрастные изменения. Чаще бывает, когда человек далеко хорошо видит, а близко с трудом. Катаракта – это помутнение хрусталика, которое наступает с возрастом. И связано с тем, что в хрусталике образуются различные соединители тканных волокна. Идет помутнение, теряется прозрачность среды. И, естественно, поток света и цвета в глаз поступает уже неправильно. И различные нарушения самой сетчатки. Поэтому вот немножко вам такие простые схемы. Схемы – близорукость. Так видит окружающий мир близорукий человек. То есть близко на экран видит хорошо, а вдалеке, конечно, все фигуры становятся размытыми. Трудно узнать человека, оценить человека. Поэтому близорукие люди обычно пропускают много знакомых на улице, не видят родных и близких, и не могут прочитать вывески, номера автобуса увидеть и прочее. Дальнозоркость – это нарушение, связанное обычно с возрастной. Когда меняется конфигурация глаза, она становится более плоской с возрастом, идет, расслабляются мышцы, которые контролируют фокусировку. И фокус уже, изображение получается за сетчаткой. И человек далеко видит все хорошо, прекрасно. Книжку не прочитать ему, ценник не прочитать. На товаре этикеку тоже трудно прочитать. Следующее нарушение – это катаракта. Когда хрусталик становится очень мутным, и свет рассеивается, нет концентрации пучка света на сетчатке. И мы видим изображение просто размытое, стирается все границы. Я к чему все это говорю? Если вы заметили у себя сейчас такие симптомы, которые я перечисляю, я думаю, что нужно обязательно посетить врача-окулиста, проверить остроту зрения. И сейчас в очень многих оптиках это делают практически за символическую плату или даже бесплатно. Поэтому это можно сделать и определить по таблице, чтобы вас врач посмотрел и сделал это обязательно. Еще очень важное заболевание, которое сейчас существует – это глаукома. Это хроническое такое заболевание, когда повышается внутриглазное давление. Это обычно связано с нарушением оттока жидкости самого глаза, нарушен обмен жидкости внутри глаза. Это обычно параллельно идет с… и заболеванием сосудов. И в этой ситуации повышенное давление прежде всего плохо влияет на саму сетчатку, потому что из-за высокого давления идет спазм сосудов, питающих сетчатку, и нарушается кровоснабжение кислородом и питательными веществами вот тех нежных нервных клеток, колбочек и палочек, которые в сетчатке воспринимают наше зрение. Поэтому обязательно нужно внутриглазное давление проверять, потому что глаукома сама по себе зачастую ничем не может себя проявлять. Она может проявлять такими не очень характерными головными болями, давлением на глаза. Поэтому имейте, пожалуйста, в виду и следите за своим зрением. Следующее – это, естественно, очень серьезное заболевание – отслойка сетчатки. Когда под воздействием неблагоприятных факторов, нарушений сосудистого плана, атеросклероза, либо в результате травмы происходит разрыв очень тонкой оболочки сетчатки, и она отслаивается. То есть эти вот как раз клетки, они отходят от того внутреннего плотного слоя, на котором должны они плотно крепиться и выполнять свои функции. Естественно, там, где сетчатка отслоилась, там этот участок уже не работает, не воспринимает свет, и здесь уже глаз не видит. Поэтому в этой ситуации могут появляться просто темные пятна перед глазами, такое плавающее пятно. Обязательно в этот момент нужно срочно обратиться к врачу, чтобы выяснить, что это за пятно, и почему в этом месте глаз не видит, почему здесь наступило повреждение зрения. Потому что чем раньше мы начали лечение в этой ситуации, тем оно быстрее и даст нам результат. Но это основные заболевания, которые должны уже лечить врачи, корректировать зрение с помощью подбора очков или линз, если оно ухудшено, или применять какие-то уже медикаментозные средства для коррекции давления внутри глазного, или лазер-когуляции для того, чтобы прикрепить сетчатку на место. Но мы с вами обычные люди, и давайте подумаем о том, насколько мы с вами ответственны за состояние своего здоровья, и что мы делаем, кроме того, что мы ежедневно эксплуатируем свой орган зрения, свои глаза, и делаем ли мы что-то для своих глаз полезное. Не только их умываем по утрам и красим свои длинные красивые ресницы, но прежде всего это гигиена зрения, то есть мы должны правильно пользоваться нашим глазом, нашими глазами, своим зрением, и помнить о том, что читать нужно в вертикальном положении, лежа читать и смотреть телевизор, и листать телефон, это неправильно. Должна быть правильная посадка при работе с компьютером, то есть удаленность от экрана 50-70 сантиметров обязательно. Обязательно должно быть хорошее освещение при любых работах, и мелких, и крупных. Естественно, мы должны защищать наш глаз от попадания различных каких-то помех, стараться не загрязнять глаза, мыть чаще руки. Кстати, слизистая, покрывающая наш глаз, роговица, она очень чувствительна к различным вирусам. И зачастую заражение многими вирусами, в том числе и вирусом гриппа, происходит чаще через слизистую глаз, нежели через слизистую носоглотки. Поэтому имейте, пожалуйста, в виду, и зачастую простая гигиена, такая как мытье рук, может вас действительно защитить от каких-либо вирусных инфекций. И, естественно, смотреть со своим зрением, наблюдаться у врача, если вам выписаны очки или даны рекомендации, то следовать им и не пропускать консультацию врача, оценки зрения, коррекции, потому что это очень важно, правильно подобранные очки, чтобы это делал именно врач. Второе – это гимнастика для глаз, потому что в нашем глазу есть масса различных мышц. Именно они управляют глазом, поворачивают его в разные стороны. Но еще очень важны мышцы, которые расслабляют или напрягают наш хрусталик. Тем самым меняется форма хрусталика, и за счет этого идет концентрация зрения на близлежащих предметах и на дальних предметах. Именно эти мышцы отвечают за миопию или близорукость и за дальнозоркость. Чтобы не было этих изменений, важно, чтобы наши глаза тоже были тренированы, особенно мышцы. То есть я думаю, что эти схемы, как двигать глазами, куда смотреть, они знакомы многим из вас, и в интернете их огромная масса. Как сесть ровно и глазами вводить в разные стороны, рисовать различные фигуры. Есть методика просто глазами рисовать алфавит или цифры от 1 до 10, или смотреть сначала на близко лежащую точку, допустим, на стекле, поставить маркером любую точку, смотреть сначала на нее, и потом смотреть вдаль на какой-то дальний лежащий предмет, далеко находящийся за сотню метров, и концентрировать там зрение. То есть таким образом эти мышцы тоже должны быть обязательно задействованы. И третье, о чем бы хотелось поговорить, это улучшить состояние самого глаза и участка, скажем, нервной системы. Дело в том, что наш организм, он очень отзывчив на заботу о себе, и наш организм устроен так, что в нем есть механизмы самовосстановления, самоочищения, регенерации, и есть приведены данные, насколько быстро наш организм при правильной заботе о себе может обновляться. Ну, прежде всего, не обновляется у нас кора головного мозга, хрустали глаза, сердечная мышца, но все остальное в организме более-менее обновляется быстро и хорошо. Поэтому, смотрите, если о себе заботиться, то действительно можно остановить свое здоровье или заботиться. Основная проблема, с которой сейчас сталкивается современный человек, это скрытый голод, потому что мы недополучаем большого количества питательных веществ. Наша пища, она богатая, но богата она на калории, вилки, жиры и углеводы, а вот витаминов и минералов нашей современной пищи очень немного. И на всех предыдущих занятиях мы с вами подробно об этом также говорили, о том, что наша пища скудна, и при тех современных технологических процессах, которые нашу пищу готовят к употреблению, имеющиеся витамины, минералы тем более разрушаются. И для того, чтобы наши триллионы клеток каждый день работали слаженно, правильно функционировали, нам нужно около 60 минералов, 16 витаминов, 3 полиненасыщенные жирные кислоты, 12 аминокислот незаменимых. Всего аминокислоты человека 21, 12 из них незаменимы, остальные могут образовываться в организме. И для того, чтобы в организм поступали все эти питательные вещества, нашей пищи недостаточно. Либо, если есть в нужном количестве, тогда это будет около 50 килограммов в день. Поэтому весь современный мир пришел сейчас к тому, чтобы свой рацион обогащать сознательно витамино-минеральными комплексами, биологически активными добавками к своему рациону и поставлять в организм все необходимые вещества. Компания Vision существует на рынке здорового питания уже 23 года. Она признана всеми медицинскими сообществами мира. Продукция ее создана по заказу Министерства здравоохранения Российской Федерации. Произведена она вся во Франции, концерн Аркофарма и другие фармацевтические заводы Европы. И существует уже много-много лет. И я хочу сказать, что существуют и специальные продукты для восстановления зрения. Именно об этом хотелось бы сегодня говорить. Такой продукт, как Safe2C, выпускается с 2009 года. В этом году уже 10 лет, как этот продукт существует на рынке Европы, Российской Федерации, ну и всего остального мира. Это специальный продукт, который создан французскими учеными для укрепления нашего зрения. Его состав очень грамотно продуман для того, чтобы обеспечить слаженную работу всех структур. И всех структур нашего зрения. И он себе содержит, самое главное, в отличие от многих препаратов, которые есть на рынке вообще препаратов для зрения, полиненасыщенные жирные кислоты. Вот здесь я хочу вам предоставить такую схему конкурентных преимуществ, потому что полиненасыщенные жирные кислоты в любых других препаратах, они не содержатся. И здесь Safe2C – это продукт, наиболее полноценный для улучшения нашего зрения. Safe2C в переводе с французского означает «зри в оба», то есть «смотри на мир обоими глазами». Его состав входит полиненасыщенные жирные кислоты омега-3. Это самые важные жирные кислоты, которые отвечают за питание нервной ткани, за питание сетчатки. Они служат, эти омега-3 жирные кислоты, служат как раз, входит в состав оболочки нервных волокон, вот тех самых нейронов, отростков нервных клеток, по которым идет передача информации этого электрического сигнала от одних клеток к другим. Поэтому очень важно. И омега-3 жирные кислоты, кроме влияния на передачу нервного импульса, также нужны для правильного функционирования внутреннего слоя сосудов, интимных сосудов, для того, чтобы сосуды, даже самые малейшие капилляры, которыми пронизана сетчатка, нужны для того, чтобы по этим узким сосудам проходили даже целые большие клетки ретроцитов. Поэтому полиненасыщенные жирные кислоты, они как раз делают очень ровной, правильной внутренней выстилку сосудов, чтобы там не образовывались атеросклеротические бляшки. И они служат для, если можно сказать, починки или залатывания различных дефектов, вызванных повышенным уровнем сахара в крови и залечивать сосуды изнутри. Поэтому это очень важные компоненты. И омега-3 также нужны для снижения уровня холестерина в нашем организме, а сами по себе очень важны. Кроме этого, также сюда входят еще и очень важные антиоксиданты. И мы с вами очень много на занятиях говорим про антиоксиданты, о том, что это вещества, которые блокируют свободно радикалы, которые разрушают нервные клетки и другие важные структуры, и просто вызывают распад атомов. В этой ситуации антиоксидантов насчитывается около 4 тысяч. И каждый из них имеет свою точку приложения. Мы с вами сейчас поговорим о тех антиоксидантах, которые нужны именно для сетчатки. Прежде всего, это экстракт черники и другие еще вещества. Черника содержит в себе очень важные вещества, которые улучшают зрение. И в том числе антоцианины. Это вещества, которые дают чернике вот такой черный цвет, темный. И также сюда входит еще экстракт цветков вархатцев. Они в себе содержат как раз большое количество лютеина. Лютеин – это пигмент, который обладает желтым и оранжевым цветом. И содержит в себе большое количество тверцитина или самого важного антиоксиданта для восстановления сетчатки. Вот как раз тех клеток, палочек и колбочек, которые есть в нашей сетчатке, которые анализируют ту информацию, которую мы получаем из глаза. И благотворно влияют на эти органы. Также здесь содержатся еще очень важные витамины и микроэлементы. Такие как марганец, витамин Е, который является сильнейшим антиоксидантом. Селен, полевая кислота, витамин В9 и цинк. Также входит сюда витамин В1, В2, В3, В6 и В12. Это очень важная группа. В частности, витамин В2, который называется рибофлавином. И напрямую влияет на четкость восприятия колбочками и палочками на передачу информации. И отвечает за устойчивость глаза к различным воспалительным заболеваниям. Как раз при дефиците витамина В2 возникают различные брифолиты, конъюнктивиты, воспалительные изменения на глазном яблоке. Также сюда входит очень важный препарат, такой как Л-глутатион. Глутатион это особо важная аминокислота, которая отвечает за передачу нервных импульсов между нервными клетками. То есть это вещество, оно влияет не только на сам наш орган зрения, но также на кору головного мозга, на нашу память, на нашу когнитивные наши свойства, запоминания, узнавания, на нашу память сразу совершенно сторон. Поэтому очень важный элемент, который сюда входит. И различные другие антиоксиданты. То есть в любом случае здесь больше 10 различных важных антиоксидантов, которые благотворным влияют и на сам глаз, и на кору головного мозга. И я вижу, что у нас появилась Жолобова Евгения Станиславовна. Наш замечательный доктор, она к нам очень торопилась. И я хочу, чтобы Евгения Станиславовна дополнила мое выступление по поводу сейфтуси. Евгения Станиславовна это семейный доктор, удивительный, любознательный человек, который всегда ищет что-то новое. И она имеет огромный опыт работы с продуктом сейфтуси, имеет огромный опыт работы с продуктом компании Вижен. И я хочу, чтобы она дополнила мое выступление о препарате сейфтуси. Евгения Станиславовна, вам предоставляю слово. Если у вас получится, пожалуйста, возьмите микрофон. Добрый вечер. У меня показывает, что микрофон работает. Вы тоже, пожалуйста, отметьте, хорошо ли меня слышно. Но когда мы говорим... Хорошо, спасибо. Когда мы говорим о нашем зрении, мы понимаем, что это здоровье всего нашего организма. И только занимаясь здоровьем вообще, мы понимаем, что только тогда можно и хорошее зрение поддержать тоже. Да, есть такой замечательный специальный комплекс. Потому что сегодня, ну, я бы сказала, что нет такого человека, который не перегружал бы свои глаза, которым не нужна бы была дополнительная поддержка. И причем такие современные перегрузки, связанные именно с телефонами, компьютерами, планшетами, что я считаю, что эта поддержка нужна постоянно. Поэтому вот комплекс Safe2C в силу своей такой очень богатой формулы, которая поддерживает и весь организм в целом, и глаза, наверное, все-таки нужна вот по сегодняшней нашей жизни нам в ежедневном приеме. Кроме тех замечательных витаминов, о которых сказала Татьяна Владимировна, где есть здесь все то, что поддерживает колбочки, палочки, весь этот зрительный аппарат глаза, делая его работоспособным и выносливым, здесь очень много витаминов и антиоксидантов. Еще немножко повторюсь, это и марганец, и селен, и витамин Е, и витамин В1, В3, никотиновая кислота, витамин В9, фолиевая кислота, здесь витамин В6, В12, то есть практически вся группа витаминов В. И здесь заоксантин. Заоксантин – это тоже очень мощный компонент работы глаза, сетчатки глаза, куда входят вот все эти витамины, микроэлементы, антиоксиданты и лютеин заоксантином. Не в каждую формулу для поддержки зрения входят вот такие мощные комплексы. Поэтому здесь на все потребности глаза, на фокусировку, на активность хрусталика, на напитанность и плотность и прочность сетчатки глаза, на хороший отток венозный, на хорошее состояние самих сосудов, на потребности глаза именно по тому, в каких витаминах, в микроэлементах он нуждается ежедневно. То есть если мы даем такую поддержку глаза, мы даем какую-то гарантию тому, что мы действительно реально помогаем себе и помогаем поддерживать и хорошим зрением, и перспективу этого зрения. Потому что, как любая проблема, она оценивается как проблема только тогда, когда она возникает. Всегда лучше работать на любую тему профилактически, но не всегда мы задумываемся об этом, пока у нас хорошее зрение. Поэтому мое предложение всегда это делать все профилактически. Даже если нет большой нагрузки на глаза, даже если нет каких-то проблем пока со зрением, и может быть даже пока эти проблемы не грозят, и человек может похвастаться замечательным зрением и сказать, что у меня все хорошо и проблем нет. Но вы поверьте, что действительно там в 20-30 лет может быть этих проблем не быть, но нет людей, которые в 50 лет, в 60 не имеют проблем со зрением. И, как правило, эти те проблемы, которые уже надо решать или лекарственные, или операции. Поэтому всегда лучше накормить глаз, поддержать, дать ему ту защиту, необходимую, чтобы он переносил все нагрузки. А нагрузки, поверьте, огромные, даже не только потому, что мы смотрим, читаем те же тексты, документы по работе, книги, тот же там телефон, планшеты, как правило, мелкие тексты. Это и тот же самый короткий световой день, и когда темное, глазу нужно особенно напрячься и восстановиться во время сна. То есть вот состав настолько богатый, настолько хороший, настолько полноценный, что мы даже можем не думать о том, действительно, вот все ли здесь есть. Здесь есть все, все необходимое и глазу, и заодно и сосудам, и коже, и иммунитету. То есть, как и рассчитаны все комплексы Вижн, что они решают несколько проблем сразу. Но просто здесь собрано самое полезное, самое нужное, то, что нужно именно для глаз. Поэтому и называется комплекс мощным, таким, чтобы видеть на 100%, на 200%. И не всегда проблема, я не слышала начала конференции, потому что я была в дороге, но не всегда проблема глаз, это проблема самого глаза, это может быть при гипертонической болезни, при заболевании почек. Поэтому понятно, что мы те проблемы будем решать тоже, но когда вот такой замечательный есть состав, надо просто пользоваться, пользоваться и пользоваться. Особенно, когда это дети в период их активного роста, школьники, особенно, когда у них большая нагрузка во время экзаменов, студенты, когда приходится много читать, много смотреть, удерживать очень много информации. Это те люди, которые работают с компьютером, это те, которые не работают с компьютером, просто хотят сохранить хорошее зрение. Это те, кто любит читать мелкий текст, особенно лежа, особенно в темноте, то есть нарушая вроде бы все правила правильного чтения и правильного отношения к своим глазам. То есть и, конечно, есть разные подходы, можно пить курсами раз в полгода, раз в три месяца, но я считаю, что все-таки вот такой замечательный комплекс нашим глазам, нашему организму нужен ежемесячно. Мы просто дополняем тот набор витаминно-минеральных комплексов, которые уже пьем, добавляем еще вот такой хороший богатый комплекс, поддерживающий наши глаза и обеспечивая наше замечательное зрение. И скажите еще, Татьяна Владимировна, о чем могу еще сказать? О паксе, о мистике или об этом был разговор немножко до сейфтуси? Про антиокс, хорошо. Значит, когда сейчас уже очень много идет активных разговоров, знаете, в медицинской среде мне это очень нравится. То, что мы говорили в Вижен лет 15 назад и 20 лет назад про свободные радикалы, про окислительные стрессы, сейчас об этом активно заговорили действительно в медицинских журналах, на медицинских конференциях. Я бы сказала, с таким немножко опозданием над нами, как-то над Вижен, да, немножко посмеивались и говорили, ну что вы, вы все сводите к такой банальности, как свободные радикалы. Это не дает понимание проблем в полном смысле, в полной силе. Но сейчас действительно такие разговоры очень актуальны. Они также не широко медицинские пока, но они звучат из уст людей, кандидатов наук, те, которые работают действительно и в практической медицине, и в науке медицине. И сейчас говорят очень много о свободных радикалах, об окислительном стрессе. Что в силу разных обстоятельств в основном в нашей вот такой жизни, у нас в организме появляются свободные радикалы, и они как бы сами выбирают, где им, в каком количестве образоваться, где им скопиться и где вызывать ту проблему, которая завязана на этом окислительном стрессе. Так вот, не только касаемо глаз, а всего организма и всех наших проблем, чем меньше будет этих свободных радикалов, чем меньше будет это неправильное такое окисление, когда вот действительно все окисляется, и любая клетка, и мембрана клетки, и сосуды, и клетки мозга, и печени, и почек, и суставов, и клетки иммунитета, так образно. Но вот эти свободные радикалы, они являются толчком для любого процесса, воспалительного, опухолевого, для гипертонии, для сахарного диабета. То есть они запускают целый каскад реакций неправильных в организме, которые ведут к болезни. Поэтому антиолог здесь как очень мощный антиоксидант, который обезвреживает эти свободные радикалы, который убирает их большое количество там, где действительно есть их скопление особенное. А так как у нас одни из самых активных, активно работающих органов, это мозг, глаза, это сердце, это печень. Поэтому в первую очередь антиокс работает вот на эту тему, на тему обезвреживания свободных радикалов. И сегодня мы говорим о глазах. И здесь как раз есть те витамины и микроэлементы, которые являются заодно и поддержкой глаз, это цинк, витамин Е, селены, витамин С, бета-каротин. И также вот они же являются одновременно еще антиоксидантами, которые, убирая эти свободные радикалы, минимизируя этот окислительный стресс, а это именно стресс для организма и для всех органов. Потому что организм с этим борется, но с таким количеством свободных радикалов, которые сейчас образуются в наших организмах, действительно бороться самому организму трудно. Ему нужна эта поддержка. Так вот антиокс в этом плане очень хорошая поддержка, потому что он омолаживает организм, он, так скажем, образно защелачивает, уменьшая вот эти изменения по типу окислительного стресса, и убирая его и последствия этого экислительного стресса, оздоравливает, омолаживает наш организм и поддерживает все наши органы и ткани, в том числе глаза. И, пожалуйста, следующий слайд. ПАКС. Мы немножко привыкли и позиционируем биологически активный комплекс ПАКС как поддержка нервной системы. Ну, на самом деле, нервную систему он поддерживает очень хорошо, и снимая раздражительность, нервозность, улучшая сон, усиливая его глубину сна, чтобы человек высыпался. И мы знаем, что если человек очень хорошо отдохнул, все его органы на следующий день будут работать намного лучше, в сравнении с тем, если бы был плохой сон и было бы недосыпание. Поэтому очень важно, чтобы организм, когда бодрствует, работает активно весь день, сменил свою активность на такой сон спокойный, восстанавливающий, глубокий, правильный. Вот ПАКС поддерживает в этом плане нашу нервную систему, наше равновесие, бодрствование и сна в правильном ритме. И глазам тоже, как всему организму, нужен тоже такой отдых, чтобы они смогли справиться с той нагрузкой, расслабиться, успокоиться, напитаться всеми необходимыми витаминами, микроэлементами и кислородом. То есть для глаз здесь тоже очень хороший комплекс. И витамины группы В, которые здесь представлены в очень хорошем количестве, и качестве, и соотношении, они тоже очень хорошо работают на питании сетчатки глаза, на решении всех проблем в основном глаз, которые связаны с сосудами. Мы знаем, что когда есть повышение артериального давления, есть гипертония, леченая, она и не леченая, даже по сосудам глаза определяют стадию этой гипертонии. То есть если там нет выраженных изменений в сосудах, как правило, еще в небольшой такой начальной стадии гипертония. И чем больше изменений на сетчатке глаза, по сосудам именно сужение артерии, расширение вен, это определяет во многом ту давность болезни, ту активность гипертонии, которая уже нашла свое отражение на сетчатке глаза. Поэтому, когда мы говорим о том, что да, глаза являются как бы свидетелем очень многих заболеваний других органов, то здесь мы одновременно можем с помощью ПАКСа поддержать и сосуды, и сердце, и немножко снизить артериальное давление, даже если все это действительно в дисциплине и в правильном подборе, то это даже уменьшение дозировки тех лекарственных препаратов, которые идут для лечения гипертонии. То есть ПАКС помогает и в этом плане в леча гипертонии уменьшить ее влияние на сосуды глаза, на сетчатку глаза, на все проблемы, которые там могут возникать. И, пожалуйста, следующий слайд. И такой замечательный антистрессовый комплекс «Мистик» и «Гибер». Такая очень условная в них разница. Основное, что любит наша нервная система, это витамины группы В и магний. И здесь добавлены еще комплексы травяные. «Мистик» немножко направлен больше на успокоение, улучшение сна, чтобы поспать поглубже, может быть, без сновидений, спокойно, восстановить силы, чтобы весь организм отдохнул и был готов к новому трудовому, активному и доброму дню. А гипер – это тогда, когда не хватает этих эмоций. Или просто в силу какого-то истощения эмоционального, или какой-то усталости даже физической, когда нет столько сил и столько эмоций, чтобы порадоваться, радоваться, чтобы быть бодрым, чтобы действительно были хорошие эмоции, такие правильные, чтобы радоваться этой жизни, радоваться каждому дню. Почему антистрессовый комплекс для глаз? Потому что для глаз все, что они делают, все, что они… То, что мы читаем, то, что мы там лежа, сидя, в неудобной позе, близко текст, мелкий текст, или очень яркий экран, или темный экран, или это нет дневного освещения, это искусственное освещение, или настольная лампа, или верхний свет, где-то приходится напрягаться, прищуриваться. Это все для наших глаз – это стресс. А стресс, он заканчивается проблемами со зрением. То есть сначала там может быть просто какой-то некомфорт в силу перегрузки глаз, а потом это уже будет снижаться зрение, это все эти заболевания глаз, о которых, наверное, говорил Татьяна Владимировна, глаукома, катаракта, там сосудистые проблемы, проблемы сетчатки глаза и так далее. Так вот, всему нашему организму нужна защита от стресса, и нашим глазам тоже нужна защита от стресса. Мы должны относиться к своему организму, как к емкому, к целому, к неразделимому такому на органы. Мы не можем говорить о том, что только наши глаза нуждаются в поддержке, только наше сердце, только наши почки, только наши суставы, там, желудок или кишечник. Настолько это все взаимосвязано, настолько отдельно друг от друга органы существовать не могут. Поэтому, когда мы говорим, что да, у нас нет никаких других проблем, у нас есть только проблемы глаз, значит, мы просто пока только об этой проблеме. И если хоть какая-то проблема возникает, мы должны понимать, что есть еще что-то, и оно будет появляться, если мы не будем заниматься своим здоровьем. Поэтому глаза как отражение всего организма, как отражение всего того, что происходит в нашем организме. Поэтому даже пусть появилась только такая проблема, мы должны отнестись к этому серьезно. У нас есть замечательные биологически активные комплексы, чтобы помочь глазам. И про это сегодня было сказано, что помочь всему организму, и про это мы говорим каждый раз. Поэтому я хочу, чтобы всегда была та информация, которая поможет понять, что это действительно нужно, что это нужно не завтра, не послезавтра, не через какое-то время, что это нужно было еще вчера. Поэтому вам всем большое спасибо за внимание. Да, действительно, будьте здоровы и счастливы. Всегда находите время заниматься собой, время подумать о себе, время услышать правильную информацию и применить эту правильную информацию к себе, чтобы быть здоровым и жить действительно и здорово, и долго, и счастливо. Спасибо. 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 Информацию я, опять же, благодарила Бога, что я услышала об этом продукте давным-давно, в 98-м году, когда мне было 39 лет. Все проблемы, которые на то время были у меня, на сегодняшний день их нет. Их нет. И по зрению, если конкретно по теме, хочу сказать, что когда сейчас слушала выступление Татьяны Владимировны Евгении Станиславовны, порадовалась за себя, потому что, вот говорилось про синдром усталости глаз. Я такого не знаю, у меня его нет. На сегодняшний день мне 60 лет. И, опять же, порадовалась за себя, видимо, благодаря приему этой продукции на протяжении многих-многих лет, я очки надела в 57 лет. И то, когда вот очень активно начала работать в компьютере. Поэтому благодарна этому продукту, благодарна всем тем людям, кто вот додумался до такого, вот до создания этого продукта. И сегодня я и вся моя семья, мы принимаем продукцию, вообще пользуемся всей продукцией компании Vision вот на протяжении многих-многих лет. И на сегодняшний день это чисто профилактически. И я этому несказанно рада, потому что действительно хочется жить долго и счастливо, и здорово, и не знать никаких проблем. И этого очень-очень хочется. И мы имеем все в руках для того, чтобы именно так и было. Я передаю микрофон. Пожалуйста, поделитесь своими впечатлениями о приеме продукции компании Vision, о своих результатах, у кого что есть. Берите микрофон, пожалуйста. Я живу в поселке Шексна. Мне на данный момент 56 лет. Продукцией компании Vision я начала пользоваться, когда мне тоже было 39 лет. До этого было много всяких разных проблем по здоровью. Пришли мы на продукт всей семьей. На сегодняшний день у нас пользуются продуктом 15 человек. Это мы с мужем, трое детей, 8 внуков. И мы все очень довольны. Очень много получили результатов по этой продукции. Вот Safe2C, вот данный продукт, сегодня о котором речь шла, мы использовать начали недавно, мои родственники. А так, всей продукцией мы пользуемся, вот как я пришла в компанию. То есть 17,5 лет. И очень много у меня результатов по здоровью. Сегодня, наверное, время ограничено. Не стоит обо всех рассказывать. Но у меня за 2 месяца у дочери восстановилась щитовидная железа. А так мы ездили 4 года. Вот она у меня сама первая стала пользоваться продукцией. У меня 19 проблем по здоровью прошли за полгода. И вот очень хорошо было сказано, сейчас не помню кем, что мы на данный момент всей продукцией, мы как бы наш возраст прибавляется, но мы проблем по здоровью не накапливаем. А какие даже у нас и были, мы просто от них все избавились. Пользуемся всей продукцией и классикой, и дарект хит, и браслетами, и косметикой, и папарацци, и вот коктейли. В общем, всей продукцией очень довольные. У кого есть, если будут вопросы, пожалуйста, задавайте. Всем всего доброго, и желаю тоже пользоваться этой продукцией всем. Вот вижу, сегодня очень много гостей у нас, то ли приглашенные, то ли дистрибьюторы. Вот. Очень рада видеть Наталью Котову. Вот. Всем всего доброго, спасибо большое. Признаться, что продукт просто замечательный. Когда 20 лет назад я услышала об этом продукте, я никакой цели не ставила, чтобы поправить зрение, хотя у меня была миопия минус 3. И вот услышав Татьяну Владимировну на тот момент, как необходимость продукта, принятие продукта просто для здоровья, для поддержки здоровья, я начала принимать, значит, детокс-антиокс. И было удивительно, что буквально где-то за месяц у меня, понимаете, прорезалось что-ли, зрение. Просто я стала видеть ценники в магазине, стала читать их на расстоянии. И это для меня просто было потрясающе. И благодаря вот именно вот этому первому моему явлению такому, да, я поверила в этот продукт. И до сих пор я восхищаюсь и принимаю уже на протяжении 20 лет. И вот относительно зрения, я сейчас, мне 55 лет, я не ношу очки. Я не пользуюсь очками, потому что мне его достаточно. Хотя я не могу сказать, что у меня сейчас вот единица. А как мне знать хорошее и плохое зрение, потому что я очки носила с третьего класса. Затем я сделала операцию, когда вот это по коррекции зрения. И вот именно тогда я узнала, что такое хорошее зрение и единица. То есть когда у меня проснулись все вот инстинкты, я увидела мир. Поэтому вот кому как мне не знать, как это здорово, когда у тебя прекрасное зрение. То есть ты всё видишь. Ты не нервничаешь от того, что ты не видишь. Просто это замечательно. И вот появился асиртуси, это тоже прекрасный препарат. И я сейчас, вот у меня мама уже 83 года, у меня тоже есть проблемы с сетчаткой. И благодаря вот сиртуси, паксу, антиоксу, агронатину мы сохраняем ей зрение. Просто уже сейчас задача не просто его восстановить, а даже удержать то, что есть. И это вот самое главное. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok